Добрый вечер, я Петр Советов и сегодня хотел бы с вами поделиться некоторым своим опытом создания DSL-компиляторов. Я принимал участие в нескольких проектах, в рамках которых приходилось работать над созданием некоторой специализированной процессорной архитектуры. И так как процессор специализированный, это обычно было, приходилось вручную самостоятельно создавать инструментальное ПО, то есть компилятор, симулятор, ассемблер. Вот этим я занимался. Соответственно, доклад мой, конечно, не DSL в целом. Я думаю, большинство присутствующих прекрасно знают, что это подход очень хороший, популярный в последнее время. Но если мы просто посмотрим на DSL, на то, как они используются сегодня, в принципе, то даже само словосочетание DSL-компилятор может выглядеть слишком, наверное, тяжеловесным. То есть обычно у нас в один проход, в один шаг транслируется какое-то наше проблемное или предметно-ориентированное представление во что-то внутреннее. Например, в случае питона может быть какое-то текстовое представление сразу в словари, в списке, и все. Это уже, собственно говоря, и есть DSL. У меня немножко другая область. О чем идет речь? Проблемно-ориентированная архитектура. Что это такое? Вообще, я, наверное, начну издалека. В 2017 году известную премию Тьюринга получили два компьютерных ученых – Хеннесси и Паттерсон. Премия Тьюринга – это самая-самая уважаемая премия в компьютерных науках. За что они ее получили? За вклад в создание риск риск архитектуры, без которой не было бы современных процессоров ARM и подобных. За их учебники, может быть, кто-то их читал. Хеннесси и Паттерсон – архитектура компьютерная. Так вот, обычно на вручении этой премии еще проходит лекция, где лауреаты рассказывают о том, какие они перспективы видят в своей области. И вот Хеннесси и Паттерсон говорили примерно следующее. Мы вступаем в новую эру, эру проблемно-ориентированных архитектур, которые будут программироваться на проблемно-ориентированных языках. И это будет совместная разработка как программной, так и аппаратной части. Как это вообще, говоря, выглядит. Вот посмотрите на картинку. Есть у нас процессор общего назначения, GPP – General Propos processor. Это нам всем знакомый процессор, который стоят в ноутбуках, на рабочих столах. С другой стороны есть так называемый ASIC – микросхемы с какой-то фиксированной функцией. Ну, характерный пример недавний – это вот так называемые добытчики криптовалют, например. Чем ASIC, например, лучше универсального процессора? Ну, понятно, он, так сказать, ориентирован на конкретную единственную задачу, поэтому, может быть, по производительности, по энергоэффективности, по площади на кристалле он явно выиграет. С другой стороны, универсальный процессор предназначен для решения самого широкого спектра задач. И на всем этом спектре он демонстрирует какую-то усредненную, не совсем плохую производительность. Мы не можем использовать только ASIC. Даже если мы будем использовать специализированные блоки, разместим их на кристалле, то в общем случае нам потребуется слишком много специализированных блоков, потому что если у нас какая-то система на кристалле, предназначена для какого-то класса задач, ну, задач слишком много, скорее всего, будет. Так вот, какой может быть компромисс? Вот это как раз domain-specific architecture, то есть проблемно-ориентированная архитектура, которая, с одной стороны, все еще программируемая, но, с другой стороны, она ориентирована на узкий класс решаемых задач. Соответственно, и программируется она в узком, так сказать, таком режиме, на каком-то специализированном языке. Насколько это вообще сейчас популярно может быть? Давайте рассмотрим примеры. Как раз проблемно-ориентированных архитектур. Но сначала я еще раз акцентирую внимание на связке, на вот этой вот тройке. У нас есть проблемно-ориентированный язык, у нас есть проблемно-ориентированная архитектура, и недостающее звено — это как раз DSL-компилятор, который вашу предметную нотацию переводит в машинное представление. То есть понятно, что компилятор этот уже будет, наверное, посложнее устроен, чем какой-нибудь красивый конфигурационный файл, который у вас в DSL-представлении организован. Тут будет несколько стадий. Это будет уже что-то близко к традиционному компилятору, но тем не менее. DSL-компилятор обычно все-таки устроен проще универсального компилятора в духе GCC, C-Lang и так далее. Все-таки ему требуется иметь делать с ограниченным языком. Более того, мы сам язык можем приспособить под нужды нашего компилятора. Если мы знаем, что наша архитектура хорошо работает вот с такими методами компиляции, но нам нужно, например, чтобы у нас не было, допустим, указателей в языке или еще чего-то, ну давайте уберем и сделаем хороший компилятор. У нас язык маленький, и если у него выразительный синтаксис, и никто не расстроится, если чего-то там такого не будет. В принципе, DSL-компилятор может быть, при том, что его проще строить, чем тот же самый C-Lang, GCC и так далее, он может генерировать более эффективный код, потому что при должном старании мы можем даже дойти до такого, до оптимизации уровня алгоритмов. То, что в универсальном компиляторе, ну это недостижимая мечта. Хорошо, так все-таки давайте рассмотрим какие-то примеры проблем ориентированных архитектур. Вот он, гугловский чип, я думаю, известный вам, да, для задач ускорения машинного обучения. Google TPU, вторая версия. Ну, видно, что это какая-то высокопараллельная структура, тут какая-то матрица специализированных элементов. Сейчас нам интересно просто, что есть некая библиотека TensorFlow, ее можно считать DSL или можно считать библиотекой, это не суть важно. Есть компилятор специализированный DSL-компилятор XLA, который переводит графовое представление TensorFlow на машинный уровень уже TPU. Ну и вот, собственно, DSL, вот этот TPU и есть DSL. Давайте рассмотрим еще один пример. Та же самая компания Google. Вот это ускоритель для задач уже обработки изображений, Pixel Visual Core. Опять же, какая-то параллельная структура и операция внутри, здесь это не показано, но операция специально выбрана для вот этой узкой задачи обработки изображений, для каких-то там сверток и так далее, фильтров. Есть специальный язык highlight, на котором как раз выразительно описываются эти задачи, и он же и компилятор. Третий пример, немножко из другой области. Программируемый сетевой коммутатор Barefoot Toffino. Тоже какая-то параллельная конвейерная структура. И эта штука тоже программируемая, и программируется она на языке, который, похоже, становится стандартом в области описания обработки сетевых пакетов, называется P4. Есть язык специализирован, есть DS-архитектура, ну и третий важный компонент — это, собственно, DSL-компилятор. Он тут тоже есть — P4 compiler. Так, действительно, эти архитектуры существуют, и крупные компании уже давно обратили на них внимание и делают свои решения. По поводу моего опыта создания DSL-компиляторов. Я создал, в частности, компилятор для подножества C99 — это такой подобный язык со синтаксисом и семантикой, близкой к стандарту C99 — для многоядерного ускорителя, который был выпущен на кристалле по технологии 28 нанометров. Понятно, что даже крупные компании не всегда себе могут позволить создание своей собственной микросхемы. Но есть хорошая альтернатива — те самые FPGA, PLIS — программируемые логические интегральные схемы. Для них я тоже создал ряд инструментальных средств в разных проектах. Это были в качестве DSA — это были какие-то софт-ядра для PLIS, которые занимались задачами управления, ограниченные по ресурсам, ограниченные настолько, что стандартный GCC туда просто не укладывался. Плюс у них были особые такие интересные характеристики. Я немножко позже расскажу о конкретном примере такого софт-процессора и о том, как был сделан компилятор для него. Итак, я выше сказал о том, что в идеале было бы хорошо разрабатывать совместно и архитектуру, и язык, и компилятор. Это то, чего мы сейчас вообще не видим практически. То есть где-то в академических каких-то статьях в учебниках об этом иногда пишут и даже называют этот подход «compiler in the loop». О чем идет речь? Это итеративный подход. То есть мы ищем в пространстве наших архитектурных вариантов какой-то конкретный вариант. Вот мы его синтезировали, как-то предложили. Дальше для него быстро, это очень важный момент, быстро перестраиваем наш компилятор, получаем какой-то результат в виде, не знаю, там, количества тактов, энергопотребления. Это мы оцениваем, может быть, не очень точно, но все-таки оценили, промоделировали, смотрим, устраивает нас результат. Если нет, выдвигаем новый вариант архитектуры, перестраиваем компилятор, и повторяем, пока, так сказать, нас не устроил вариант. Конечно, традиционно делается не так. Обычно разрабатывается, долго разрабатывается архитектура, а потом для нее создается компилятор. В результате у нас нет обратной связи. Мы не можем, например, определить еще на этапе поиска нужного варианта архитектуры, что вот с доступными нам методами компиляции вот такие вот вещи в наборе инструкции. Будут плохо работать. У нас нет обратной связи, повторяюсь. Хорошо, как же нам использовать такой подход, компилятор внутри цикла разработки архитектуры? Ну, давайте я напомню, в основной стадии компилятора у нас есть лексический, синтаксический разбор, семантический анализ какой-то, преобразование уровня промежуточных представлений, их может быть много, как преобразований, так и самих промежуточных представлений, и в конце у нас порождается целевой код. И обратите внимание, что в настоящее время, особенно в задачах, о которых я говорю, лексический, синтаксический анализ – это самая неинтересная область. Хотя в учебниках ей часто уделяется повышенное внимание, потому что она самая формализованная. В принципе, известно, как все это строится, но самое интересное, с точки зрения особенно проблемно-ориентированных архитектур, это как раз поздней стадии. Да и семантический анализ, он, в принципе, важен для многих современных языков, то есть вот эта вот работа с анализом типов и так далее. Но эти все остальные стадии менее формализованы. У нас нет таких хороших инструментов для того, чтобы их красиво описывать. Или, может быть, есть, может быть, мы о них просто не знаем. Давайте двигаться дальше. Традиционный средств разработки компиляторов. Ну, вот они иногда гордо называются генераторы компиляторов – Як, Флекс, Бизон и так далее. Но это, на самом деле, просто генераторы синтаксических анализаторов. Ну, в некоторых случаях они помогают. Но обратите внимание, что по каким-то причинам, например, в том же самом GCC или C-Lang вы не встретите использование генератора синтаксического анализатора. Там все делается вручную. Рекурсивный спуск, да, и к нему добавления какие-то. Почему так делается? В принципе, вроде бы сам-то подход хороший у того же самого Як, Бизон и так далее. Это внешний DSL. Но, так сказать, то, что они внешне, это тоже не всегда удобно. И там есть свои проблемы, например, проблемы с обработкой ошибок и так далее. Ну, давайте все-таки дальше двигаться. Вот у нас есть еще LLVM и те же самые GCC. Вот LLVM, казалось бы, вот как раз система для всех остальных стадий компиляции. Там как раз нет синтаксического анализатора, генератора такого, а вот для остальных стадий там есть какие-то полезные инструменты. Ну, в принципе, да, так оно и есть. Но вспомните нашу задачу, да, итеративный подход, компилятор в цикле разработки. Нам нужно быстро перестраивать компилятор. LLVM хорошая вещь, но она слишком тяжеловесная, она слишком большая и сложная для наших задач. То есть, вот какой я сделал для себя вывод и начал искать какие-то альтернативные подходы к своей задаче. Что я нашел? Я обратился к истории. Ну, вот этот раздел доклада мне очень нравится, но я понимаю, что история не всем интересна, да, поэтому я постараюсь как-то покороче это все озвучить. Вот, да, 1963 год, система мета-2. Что это такое за мета-2? Это DSL для описания компиляторов, который еще и описан сам на себе. И все это в 20 строчках кода. Там в качестве нотации используется популярная сегодня ПЕГ, грамматика, разбирающая выражения. Только обратите внимание, ПЕГ приобрел популярность в начале 2000-х, а в мета-2 уже все это было. Ну, как говорится, новая, хорошо забытое, старая. Дальше. 1967 год. Три мета. Это еще одна система, которая базируется на идеях мета-2. Но здесь уже два DSL. Один DSL от мета-2 этого, который как раз ПЕГ формализм, да, для описания синтаксического анализа. Плюс второй DSL для описания преобразования уровня синтаксического дерева. Там прямо вот красиво, как вот пишут люди на функциональных языках программирования с сопоставлением с образцом. У них это вот на Haskell, на Acamel это все изящно получается. Так вот это было уже. В 67 году 2 DSL достаточно изящно описывали довольно сложные языки, описывали компиляторы для них. Идем дальше. Парсер Пратта. Тоже интересная вещь, причем была забыта на долгое время. И, по-моему, лет 10 назад ее снова, вот эту технику, сделал популярным никто иной, как Даглас Крокфорд, автор джейсон. Если вы помните, у него есть еще система JSLint, да, кажется она называется, для проверки JavaScript кода на корректность, на какой-то там стиль и так далее. Так вот, для того, чтобы JSLint ему написать, он воспользовался вот этой забытой идеи Парсера Пратта. По сути, там и речь идет о том, что мы можем, оставаясь в рамках обычного рекурсивного спуска, декларативно описывать конструкции с приоритетами. Прямо в табличном видео у него были описаны не просто даже обычные операции, да, плюс-минус и так далее, но вплоть до if, while и все прочее. То есть не нужна никакая борьба с левосторонней рекурсией, ну это те, кто занимается теорией этих языков, может, знает. Хорошо, я в это сейчас даваться особенно не буду, перейду лучше к 77 году. Пролог, не сам Пролог, конечно, он появился раньше, а работа Генри Уоррена, это известная личность именно в мире Пролога. Ну здесь я много не буду говорить, но он написал, у него работа есть посвященная тому, как можно описывать компилятор, описывать языки с помощью Пролога. Он показывает несколько примеров, вот прямо все стадии, синтактический анализ, все преобразования, порождение кода. Это вот у него работа 77 года, и смотришь на нее и думаешь, ничего себе, да человек просто из будущего. И понятно, что тогда это могли не воспринять, потому что Пролог, язык не быстрый. Но сейчас почему бы не писать компилятор на Прологе, я подумал. Тем более, что, вот у нее хорошая фраза, спецификация компилятора, это и есть и реализация, потому что в Прологе ничего лишнего в коде вы практически не найдете. Ну понятно, что создание компиляторов на Прологе это некоторая утопия, но идеи какие-то у Уорона вполне можно почерпнуть. Ну давайте теперь перенесемся сразу в 98-й год. Это система стратега. Вот сразу скажу, на мой взгляд, это вот из того, что я для себя нашел, это близкий к идеалу способ описывать преобразование программ. Очень мощная аннотация, в которой прослеживается и влияние Пролога, и ПЕК, и так далее. Красиво они называют свой подход стратегическое переписывание термов. Ну, если говорить человеческим языком, в принципе, это штука, основанная на сопоставлении с образцом на уровне деревьев. Туда же интегрированы обходы деревьев, туда же интегрирован механизм откатов, и все это в сумме дает более мощный эффект, чем, например, использование функциональных обычных языков в духе АКАМУ или Хаскел для именно преобразования программ. Ну, в качестве, так сказать, подкрепления, что называется, моей фразы, могу пример привести. Есть несколько даже реализаций на Хаскел стратега. Несколько версий стратега на Хаскел существует. Так, хорошо. Все же, на основе того, о чем я говорил выше, как же быстро создать прототип компилятора. Вот то, что для себя принял за аксиомы. Должен быть набор встроенных, должен быть набор DSL, да, для начала. DSL, то есть и проблем ориентированных языков, каждый для своей фазы компиляции, или, по крайней мере, для самых важных фаз компиляции. То есть так, чтобы красиво, без чего-то лишнего, описать эти самые фазы компиляции. Причем это должен быть набор встроенных DSL. Вот я выше говорил о том, что внешние DSL, это, конечно, красиво, читаемо, но если мы имеем дело с набором взаимодействующих проблемно-ориентированных языков, нам нужна какая-то основа для всего этого. Нам нужен язык реализации, который позволит им хорошо взаимодействовать. Собственно, по поводу языка реализации. То есть это должен быть язык реализации высокого уровня, который позволяет строить встроенный DSL, ну и удобный для быстрой разработки небольших проектов, да, может быть, питонным подошел бы. Кстати говоря, питон еще хорош в том смысле, что многие интересные алгоритмы компиляции близки к классическим задачам искусственного интеллекта. И вот для меня, кстати, питон, это вполне себе язык для задачи искусственного интеллекта. Я это для себя точно понял, когда посмотрел, как Питер Норвик, да, известный автор учебника по искусственному интеллекту, как он пишет на питоне. Человек, который вот всю жизнь, я так понимаю, программирован на Лиспе. Он неплохо, так сказать, перешел на питона и, по-моему, не испытал никакого дискомфорта. Ну и, наконец, третий момент. Да, мы выбираем простые, легко реализуемые алгоритмы компиляции. Простые, легко реализуемые, и мы обычно не смотрим, вот в данном контексте нашей задачи проблемно-ориентированных архитектур, мы не очень-то смотрим на то, насколько мы быстро компилируем программы, потому что чаще всего у нас небольшие программы, да, для наших ускорителей, для маленьких ядер нужны не очень большие программы, и, соответственно, время компиляции для нас не так важно. То есть мы можем им, ну, до какой-то определенной степени пренебречь, но зато получить более зящный, более элегантный реализации, элегантный код. К чему же я, в конце концов, пришел? Набор инструментов, вот я его назвал так, РАД-ДСЛ, проверил, что в Гугле он не находится, не очень читаемое название, но тем не менее. Что там в основе? Два внутренних проблемно-ориентированных языка, которые я реализовал в виде библиотек-комбинаторов. Комбинатор, я надеюсь, большинству здесь понятно, известно, это вот как раз классический подход, опять же, из функциональных языков программирования. Ну и классический подход для создания внутренних встроенных ДСЛ. Первая библиотека, первый модуль нужен для задач лексического и синтактического анализа. То есть это тот же самый ПЕК, формализм, плюс парсер Пратта, для того, чтобы нам красиво описывать и, так сказать, обычные грамматики, и те моменты, которые касаются операции с приоритетами. И второй модуль, реврайт, трансформация и порождение кода. Вот как раз здесь это просто я реализовал свою маленькую версию стратега. Да, и о коде я, видите, отдельно написал, я люблю миниатюризацию, и мне кажется, что важно, чтобы проект занимал, если я на один работаю, чтобы он занимал как можно меньше строк, чтобы его было легче поддерживать, развивать. То есть реализация получилась вполне себе миниатюрная. Давайте теперь рассмотрим примеры того, что же можно сделать с помощью этого набора инструментов. Вот здесь в кавычках название. Это кто-то мне дал ссылку. На Reddit есть такая задачка. Что нужно сделать? Есть программа на некотором языке ассемблера, для какой-то абстрактной машины, и нужно понять, останавливается ли эта программа, проверив, по-моему, 100 тысяч итераций, или то, что она не останавливается. В данном случае я просто акцентирую внимание на задачи синтаксического анализа. Вот как нам разобрать вот этот простейший ассемблер? Как это делать с помощью моей библиотеки Parse? Надеюсь, вам видно. Вот, собственно говоря, вся программа разбора. Начнем с последней строчки. То есть программа – это… Помните, я говорил про комбинаторы? Sec – это от слова sequence. Программа – это последовательность. Число, за которым идет множество инструкций. Мэйни – это то же самое, что в привычном, я думаю, вам формализме регулярных выражений, то есть ноль или больше, звездочка. Инструкция. Инструкция состоит из имени и множества чисел. Группа здесь означает, что это не просто последовательность, а результат вот этого всего имени и множества чисел будет помещен на стэк результатов в виде списка. Далее у нас есть имя. Ну, имя у имени достаточно понятное определение. Единственное, что комбинатор квот означает, что вот этот сам letter, то есть несколько букв, мы цитируем или вырезаем из входного текста и кладем на стэк результатов, как уже строчку, которая состоит из букв. Ну, с числом примерно то же самое. Единственное, что в конце, видите, там есть комбинатор tool. Что он делает? Он берет, здесь указан один аргумент со стэка результатов и конвертирует его в стандартные функции питона в число. То есть строку, состоящую из цифр, переводит в число. Ну, а WS имеется вполне очевидное определение. И вот, собственно, мы получили результат на уровне списков питона. Тут уже вся иерархия присутствует. Более сложный пример. Я сейчас сильно его разбирать не буду, потому что, помните, я-то говорил, что синтаксический анализ не самая важная задача. А привожу вам примеры как раз на этот синтаксический анализ. Но все-таки. Задача разбора JSON. Да, это своего рода Hello World в таких инструментах. Обязательно надо разобрать JSON, показать, насколько строк он занимает. В моем случае, вот подчеркнута последняя строка, сначала я делаю лексический анализ, а потом синтаксический. То есть сначала я порождаю последовательность токенов, а потом уже всю иерархию разбираю. Что такое токены? Токены – это просто множество токенов, за которыми какое-то количество пробельных символов и конец строки. Что такое токен? Это, опять же, множество пробелов может быть или не быть, за которым новый комбинатор, альтернатива, alt – оператор, строка или число. Ну и так далее. Вот, например, что такое оператор, что такое число. Там все, в принципе, по аналогии реализовано. Опять же, я просто взял грамматику JSON и в лоб реализовал это на комбинаторах. Синтаксический анализ. Опять же, последняя строка. Здесь мы уже получили на вход последовательность токенов и смотрим, как с ними работать. JSON в целом – это или объект, или массив. Соответственно, объект – это вот тут указано, с фигурной скобки открывающейся. Группа из опт – это означает опционально, то есть возможно, а может и не быть. То есть группа из возможного списка чисел, за которым список разделенных чисел, запятой, ну и так далее. И там вот значение, конечно, не чисел, это я не очень хорошо вижу. Мембер – это, конечно же, член структуры, член объекта. Что такое мембер? Указано выше. Это строка, за которой стоит двоеточие, и за которым какое-то значение находится. Ну и так далее. Массив по аналогии определен. Опять же, это все просто практически механический перевод грамматики на язык этих комбинаторов. И что такое значение тут тоже указано? Ну давайте обязательно сравним производительность. С чем сравнить? Я вот выбрал библиотеку, которая мне нравится тоже своей миниатюрностью, изящностью – func.parse.reliep. Что у нас получилось? Мы использовали в качестве теста Twitter.json, некий файл, который больше полумегабайта занимает. Получилось интересно. Смотрите, сначала я проверяю результаты лексического анализа, то есть вот rad.dsl – это моя версия, scan, и, соответственно, func.parse.reliep.scan. И вот тут я довольно серьезно проигрываю. А далее синтаксический анализ. Почему-то я выиграл. В чем дело? Оказывается, это я уж сам для себя говорю, оказывается, это я выяснил, лексический разбор func.parse.reliep реализован с помощью регулярных выражений на питоне. А так-то, в принципе, у меня-то все реализовано только силами парс, вот этот пивай мой. Вот получилось так интересно. То есть, в принципе, с точки зрения практической используемости вполне можно использовать мою библиотеку, тем более, что я ее тестировал и на более сложных языках. Вот я раньше говорил о том, что C99 подможество, даже не подможество, а с точки зрения грамматики я полный разбираюсь, и C99, и, конечно, это сложно сравнить с тем, как эта задача была бы реализована на C++ по быстродействию, но я сравнивал с какими-то аналогами на питоне. Есть, например, проект C-Parser, который делает примерно то же. Ну, я выиграл, по-моему, в два или в три раза. Но при этом я хочу еще раз отметить, задача именно получить какое-то высокое быстродействие у меня не ставилась. Идем дальше. Вот теперь давайте все-таки закончим синтактическим анализом полностью и рассмотрим, как же можно использовать вторую мою библиотечку, rewrite. Предположим, у нас есть устройство на базе какого-то PLEAS. С чем оно занимается? Считывает данные с каких-то датчиков, температура, вращение вентиляторов, управляет множеством разных каких-то периферийных устройств, светодиодных лент. То есть у нас есть множество простых задач реального времени. Их очень много. И в этом плане традиционный микроконтроллер не очень подходящее решение. А вот специализированное софт-ядро, решение более интересное. Тем более, что сейчас, в принципе, недорогие микросхемы FPGA сравнились по стоимости с микроконтроллерами. То есть вполне себе можно выбрать, что вам нужно гибкость, какая-то специализация или традиционный подход. По поводу софт-ядра, я единственное скажу, что опять же она разрабатывалась совместно с компилятором и с языком. Это некий 30-убитный процессор со встроенной многопоточностью. Многопоточность там нужна для интересной вещи. Мы решили отказаться от стандартных для встроенного программирования вещей в духе прерываний, прямого доступа к памяти. У нас этого ничего нет, у нас есть потоки. И мы через потоки делаем все. И нам этого хватает для всего. И при этом памяти, конечно, у него очень-очень мало. Ну, 8 килобайт какой тут компилятор C. Можно, конечно, но не в нашем случае. И вот я назвал компилятор уж. Ну, язык тоже уж. То есть питон и уж. Уж – нечто такое простое, безобидное. Причем, вообще говоря, в реальных проектах у нас использовался другой компилятор. А вот этот уж я придумал именно когда работал над докладом. Мне просто подумалось, как же можно придумать проект, чтобы вообще обойтись без синтаксического анализа. Я вспомнил, а в питоне же есть замечательная библиотека AST. Вот использую как ее, а дальше уже использую свою собственную разработку. То есть входной язык ужа – это компилируемое подможество питона. Компилятор маленький, да, как тут видно. Итак, то есть что получается? Я получаю от модуля AST результат в виде AST-объектов стандартных. Тут, кстати, один не очень приятный нюанс. У меня моя библиотека работает и для третьей, и для второй версии питона. А вот оказалось, что AST-объекты сами несовместимы во второй и третьей версии. Там есть некие расхождения, что меня немножко расстроило. Но неважно. Хорошо, дальше. Упрощение конструкции происходит, тематический анализ. Потом какие-то еще стадии, о которых, я думаю, я дальше подробнее скажу. Итак, вот у нас есть некая программа. Вот этот вот обязательный факториал слева. Справа – это то, что делает стандартная библиотека AST. То, что я получаю с помощью вызова соответствующих функций, методов. С этим работать я не хочу. Я не хочу использовать подход посетителей. Вот это все встроено. У меня есть мой вариант стратега. Я знаю, что эта штука очень мощная. Поэтому первое, что я делаю, это обхожу все эти объекты и перевожу их в термы. Термы вот выглядят, как показано здесь. По сути, если вы знаете, что такое свыражение, термы – это почти то же самое. То есть вот такой вариант описания дерева синтаксиса. Обратите внимание, более читаемый вариант. То есть слева написано R равно 1, справа написано присвоить, идентификатору R, целочисленное значение 1. Ну и так далее. Все в виде таких вложенных термов. Что с этим можно делать дальше? Вот начинает работать моя библиотечка Rewrite. Что здесь указано? Это целый набор правил. То есть вот сейчас правило подсвечено. Если мы встретили… Это сопоставление по образцу у нас происходит, по древовидному образцу на уровне термов. Если мы встретили, что есть некая операция бинарная плюс с некоторыми целочисленными термами X и Y. Обратите внимание, что здесь на ходу осуществляется сопоставление переменных с какими-то значениями. X и Y – это вот такие переменные, которые на ходу получили значение аргументов int терма. То переводим этот результат в единственный терм int, который является суммой X и Y. То есть мы сложили константы таким образом. Ну и так далее. Мы можем вычесть константы, мы можем проводить упрощение выражений. То есть на уровне переписывания термов можно сделать очень много. И вот еще интересная так называемая стратегия. Как все это работает, если подать на вход прямо всю функцию, ее дерево. Bottom-up – это комбинатор, который осуществляет стратегию обхода дерева. То есть в моей системе стратегии строятся из более примитивных стратегий. Все это программируется. То есть bottom-up – вот мы обошли дерево снизу вверх и попытались применить на каждом шаге вот этот набор правил. Таким образом мы упростили все, что хотели. Более интересный пример упрощения. Замена высокоуровневого for на while. Опять же, вот такой декларативный вариант описания. То есть если встретился терм, который, по сути, с точки зрения Python, это for какой-то x, in, range, y и с телом z, вот тут это все указано, подсвечено, то заменить это все на последовательность. Присваиваем x0, потом мы вместо for используем уже while и к телу добавляем присваивание x, это у нас теперь x плюс 1. То есть получили из for while. Ну и опять же, в данном случае мы уже используем комбинатор top-down. Вот такие вещи удобно обходить сверху. вниз. Еще пример. Вот мы работаем сейчас на этапе while. А как нам while перевести в низкоуровневое представление? Потому что на уровне деревьев мы не можем оставаться бесконечным. Процессор стековый, поэтому низкоуровневое представление тоже стековое. То есть если мы встретили while, вот, кстати, обратите внимание, вот здесь вот эти комбинаторы let x, let y, это вот, как мне показалось, я нашел изящное решение для описания вот этих вот деклараций переменных на уровне сопоставления с образцом. То есть я просто использую именованные аргументы. Так вот, во что это переводится? Если мы встретили while, то это переводится уже в линейную последовательность. То есть x, это у нас условие было, цикла, да, после метки у нас добавляется, потом go to if 0, то есть если у нас x, то есть условие было ложным, мы переходим на метку l2, она там ниже описана, да, label l2. Иначе мы идем, выполняем какую-то последовательность y, да, тело у нас while, и переходим, безусловно, переход осуществляем на l1. Ну вот, собственно говоря, уже совсем низкий уровень. И у меня также есть этап piphole-оптимизации, как они еще называются, оконные, да, глазковые оптимизации. Они проводятся уже на уровне линейного представления. То есть если мы встретили какую-то инструкцию, за которой идет литерал 0, а потом плюс, это уже обратная польская запись, да, стековая, заменяем ее просто на, прошу прощения, заменяем ее просто на x. Ну и второй пример тоже, если встретили где-то nop, то заменяем его просто на пустую инструкцию. Вот пример программы. Обратите внимание, здесь программа у меня состоит как бы из двух частей. Есть функция, которая определена с декоратором host. Это означает, что данная функция будет работать только на этапе компиляции. Она нужна, например, для заполнения каких-то таблиц, буферов, да. Внутри мы можем использовать все возможности питона. То есть на самом деле, вот здесь пойдут на устройство только sign table и буф, но заполнит таблицу синуса соответствующая функция. То есть в область данных пойдут вот эти вот, собственно говоря, буферы. А вот главная функция. И вот она-то как раз будет, моим компилятором, переведена в представление для данного процессора. Здесь я управляю какой-то светодиодной лентой. Обратите внимание, что тут есть обращение к, собственно говоря, операциям, функциям, которые работают с этой лентой. Например, ws-send-buf. Все это реализовано тоже на уже. То есть код получается настолько, ну, достаточно эффективным, что, в принципе, вроде как пишем на питоне, а работает довольно быстро. То есть сам протокол ws, да, там, по-моему, 2 МГц, вполне себе, ну, уже, так сказать, выполняется. И вот, собственно говоря, как выглядит результат, да, вот это вот стековое представление. Я потом еще раз по нему прохожу и уже генерирую совсем уже готовый целевой код. Этот целевой код переводится в, оформляется в виде загрузочного пакета и идет на микросхему FPGA. И мы видим какой-то световой эффект, допустим. Вот, собственно говоря, о чем я хотел с вами сегодня поделиться. Моя библиотека и компилятор уж есть на GitHub. Так что, если интересно, зайдите, посмотрите. Спасибо большое, Петр. Отличный доклад. Ох, ну, я напомню для тех, кто не знает, за лучший вопрос, который Петр выберет, мы вручим вопрошающему книжку. Вот у нас есть один желающий пока. По компиляторам книжку? Хорошо. У меня пара вопросов. Раз уж это не была какая-то специфическая железка, а это был FPGA, то у меня такой вопрос. Тут была сама цель это экспериментально попробовать или же, например, уйти от того же самого Verilogo или VHD или писать на более высоком уровне? Ну, изначально это коммерческий проект, но в коммерческом варианте в качестве входного языка избран JavaScript подобный. И только для доклада меня осенило. Действительно, зачем вообще писать синтаксический анализ? У нас есть замечательный Python и библиотека ST еще более замечательно. И то, что сейчас выглядит как демонстрация, я думаю, что использую потом где-нибудь на более серьезном уровне, потому что, согласитесь, писать на Python код не как MicroPython, а вот именно компилированный код, это, по-моему, интереснее, чем Arduino. Ну, мне так кажется, например. И что вы еще хотели спросить? Все же. То есть, я вспомнил, VHD там, конечно, есть внутри. Это, так сказать, как бы мы работаем в дуэте, я занимаюсь инструментальным средствами, а наш схемотехник пишет код на VHD. Мы, конечно, обмениваемся данными, и в том числе на Python генерируем иногда и VHD код, и разбираем его VHD код тоже. То есть, вот такое взаимодействие. Да, спасибо за доклад. Собственно, очень интересный, достаточно подробный, даже, можно сказать, не ожидал. Только у меня на данном этапе пока один вопрос. Увидел, что у вас под капотом некоторые функции преобразуются в go to. Насколько мне известно, от него, по крайней мере, в высоких языках постарались уйти на if, while for. Почему вы все-таки его решили оставить? Почему вы не использовали те же ifы? К примеру. Потому что… По простой причине. Потому что go to if zero и так далее, это уже, считайте, что это инструкции машины. А без go to на уровне машинного языка мы никогда не обойдемся. Все, я понял. Спасибо. Петр, спасибо за доклад. Такой вопрос. А какая целевая аудитория вот этой библиотеки? И связанный вопрос. Думали ли вы на тему подкладывания соломки, то есть на этапе компиляции предупреждать, что там бесконечный цикл, попытка деления на ноль и так далее, и так далее. Ну да, и, кстати, любопытный момент, действительно, когда я воспользовался модулем AST, я думал, что… Ну, конечно, это было наивно с моей стороны. Думал, что Python будет хотя бы чуть-чуть помогать в плане семантического анализа. Пришлось мне этот семантический анализ самому делать. То есть сейчас у меня уж делает больше проверок, чем обычный Python. И первый ваш вопрос был о чем? Целевая аудитория. А, целевая аудитория. Да, ну смотрите, конечно, я понимаю, что здесь не сидят люди, которые разрабатывают свои микросхемы. И с PLIS тоже наверняка не все работают. Но, в принципе, если у вас есть задача создания сложного DSL-компилятора, то есть где уже само слово компилятор появляется, есть несколько стадий его работы, то есть вы, например, должны какой-то статический анализ провести, например, на корректность вашего кода, какие-то доказать вещи. А если вы еще должны сгниживать какой-то эффективный код для какого-то другого, например, представления, это не обязательно машинное представление, не обязательно это какой-то процессор, просто оптимизированная какая-то версия на другом языке, то, на мой взгляд, да, тут уже можно подумать о использовании более сложных средств, чем, например, те же самые PEC-парсеры, которые есть в питоне или PLY и так далее, которые решают только задачи синтаксического анализа, а дальше у вас есть вот эти вот визитеры, посетители, и вот с ними и работаете. Спасибо за доклад. Легко ли отлаживать rewrite-rolls? Ну, это интересный, конечно, вопрос. Дело вот в чем. Этот самый rewrite основан, как в прологе, то есть у вас есть несколько вот, как их назвать, альтернативы, и мы откатываемся, там есть локальный откат. Если ни одна из альтернатив не подошла, мы откатываемся на уровень выше. И для отладки я просто сделал специальный терм, который, например, выводит на экран какой-нибудь, ну, как бы аналог принта для аналога пролога. То есть вот когда мы откатились, проверили все варианты, тут я могу вставить мой вариант, который всегда исполняется, и вот он как раз выдаст, на каком месте проблема и в чем. Вот такого рода отладка, например. Спасибо за доклад. Вот вы показали несколько оптимизаций возможных. Да. Вопрос, есть ли у вас какие-то мысли, планы на то, чтобы оптимизировать на уровне control-flow graph, мощной оптимизации типа раскрутки циклов и прочие такие, что во всех больших компиляторах используются люди, потому что за счет них очень большой прирост производительности бывает. Да, вы совершенно правы. И, конечно же, в серьезных компиляторах, которые я делал, больше стадий. И там есть то, о чем вы говорили, да, и перевод, так называемое представление ССА, наверняка вам знакомое, и распределение регистров, и выбор инструкций непростой. Если у нас архитектура близкая, например, к влив, да, там свои нюансы. Но здесь вот как раз простой пример. И более того, я еще не готов, наверное, как-то формализовать остальные стадии, вот эти вот сложные стадии. Я их делаю как в виде надстройки на драдо DSL, но она пока не кристаллизовалась настолько, чтобы это было еще одним красивым DSL в комплекте, да, в общем, чтобы можно было эти стадии красиво описывать. Я пока еще, видимо, на пути к этому. Так, у нас остались вопросы незаданные? Желающих нет? Ну, спасибо большое, Петр. Подожди еще, еще не уходи. Тебе надо выбрать из вопрошающих, которые тебе задавали вопросы лучшего, чтобы наши ребята чудесные вручили книжечку. Ну, собственно, последний вопрос по поводу более сложных компиляторов, мне он понравился. И все остальные вопросы тоже, конечно. От нас тебе благодарность. Спасибо. И чудесная Moscow Python Conf термокружка, чтобы ты писал компиляторы, наслаждаясь горячими напитками. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...